Санта-Моника С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии о 3dnews.ru. В этом выпуске расскажем, что показала на своей презентации THQ Nordic, чем удивит тактический шутер Spectre Divide от ветеранов жанра и какие игры предложат запускать на российской консоли. Если Valve и делает Half-Life 3, то очень хорошо это скрывает. Но от Тайлера Маквикера ничего не утаишь. Недавно актриса озвучки Наташа Чандель указала в своем резюме, что работает над проектом White Sands. Как уверяет инсайдер, под этим кодовым названием скрывается новая полноценная халфа. White Sands — это национальный парк и ракетный полигон в штате Нью-Мексико. Именно там в мире Half-Life расположен комплекс Черная Меза. По словам Маквикера, игру, которую в компании называют просто HLX, делает команда Half-Life Alyx. И это не эксклюзив VR. Упоминания о ней еще три года назад обнаружили в коде Counter-Strike 2 и Dota 2. Так или иначе, первым делом Valve должна анонсировать другую игру — соревновательный шутер Deadlock. Амбициозный мультиплеерный шутер готовит и калифорнийская Mountaintop. Spectre Divide столкнет на арене две команды по три игрока в каждой. Нападающие должны установить на карте устройство, а защитники помешать им или обезвредить его. За проект отвечают бывшие разработчики Call of Duty, CSGO, Apex Legends, Halo, Overwatch и Valorant. Но это не очередной клон, а эволюция тактических шутеров. Так говорят сами авторы. Игра построена на механике двойников. У каждого из шести героев есть свой фантом, которого можно отправить прикрывать тыл или контролировать другой конец карты. А еще использовать как замену после гибели основного персонажа. Двойственность пронизывает все аспекты шутера, от геймплея до экономики. Главное, чтобы бизнес-модель оказалась без хитрости, иначе онлайн Spectre Divide спикирует сразу после взлета. Условная бесплатная новинка стартует когда-нибудь в Steam с поддержкой русского языка. Microsoft решилась на перенос Avowed. Ролевая игра Obsidian ожидалась осенью, по слухам 12 ноября. Но теперь премьера назначена на 18 февраля. Официальная причина — слишком большое количество игр в осеннем календаре. Неофициальная ремарка от редактора The Verge Тома Уоррена во всем виновата S.T.A.L.K.E.R. 2. Шутер переехал на 20 ноября и тоже появится в Game Pass. Такое соседство Avowed вряд ли полезно. У Titan Quest 2 даты выхода пока нет, зато на презентации THQ Nordic представили геймплейный трейлер. Как выяснилось, сохранятся не все полюбившиеся игрокам особенности. Разнообразие арсенала не пострадает. В ход пойдут топоры, алебарды, метательные копья и прочее одноручное и двуручное оружие дальнего и ближнего боя. На месте осталась и гибкая настройка умений с составлением собственных классов. А вот анимации уже не те. Абсурдная физика оригинала, заставлявшая сатиров и скелетов эффектно разлетаться от ударов героя, куда-то пропала. Кажется, разработчики Spellforce 3 не понимают, ради чего люди играли в Titan Quest. Обзорный трейлер получил и ремейк «Готики». Наконец-то показали геймплей. Alchemy Interactive делает свою версию культовой игры с акцентом на четырех составляющих, которые считает ключевыми. Симуляция живого окружения с распорядком дня персонажей и собственными биоритмами животных. Открытый мир с небывалой свободой действий и множеством интересных NPC. Нелинейный сюжет с последствиями решений. И проработанная боевая система с широким выбором оружия, магии и приятной прокачкой. Улучшат и другие механики. Например, заявлен полноценный крафт. Ремейк обещали выпустить в этом году, но, похоже, магический барьер вокруг долины рудников вышел за пределы офиса разработчиков. И пока игра не может прорваться к релизу. Зато известно, что будет полный перевод на русский. Также на презентации подтвердили продолжение Darksiders. Авторы третьей части 2018 года опубликовали тизер, в котором обугленный совет из трех говорящих камней произносит слово «Всадник». Анонс наверняка случится на Gamescom. Спустя шесть лет THQ Nordic напомнила EO Wreckfest. Вторую часть наследника FlatOut разрабатывают на полностью переработанном движке оригинала. Гоночный беспредел станет еще гоночнее и еще беспредельнее с новой системой повреждений, обновленным карьерным режимом и детальными инструментами настройки. Премьера на ПК, PS5 и Xbox Series когда-то в будущем. Такие же всеобъемлющие сроки выхода издатель назвал и для новой игры авторов This is the Police. Как оказалось, перебравшаяся на Кипр белорусская команда VIP расширит свой вип-пертуар не только за счет стратегии Hollywood Animal. В разработке находится еще и платформер The Eternal Life of Goldman о приключениях на загадочном архипелаге. Авторы хотят создать удивительно красивую игру, в которой нет двух одинаковых комнат и похожих пейзажей, поэтому пошли самым сложным путем. Каждый кадр рисуют и анимируют вручную. Хардкорная, но не изнурительная метроидвания заглянет на все актуальные платформы, включая Switch. У следующей Five Nights at Freddy's есть год релиза — 2025-й, но нет ни платформ, ни подробностей. Хотя под заголовок Secret of the Mimic и 79-й год в тизере намекают, что создатели Help Wanted и Security Breach расскажут предысторию мимика. Надеемся, новая FNAF принесет только приятное ретро, без запаха фнафталина. Совсем как российская игровая консоль. В сети появились снимки с информацией о прототипе устройства на чипе Elbrus от компании MCST, сделанной на некоем совещании в профильном ведомстве. Если верить документам, нечто напоминающее мини-ПК на базе двухъядерного процессора Elbrus 2 S3 поддерживает приложения для Windows и Linux на базе X86 и уже запускает Doom 3, Vice City, Half-Life 2, Sirius Sam, Morrowind, Portal, CSGO и Stalker. Старт продаж намечен на 2028 год, так что можно успеть нагнать Steam Deck и даже обойти будущее поколение PlayStation и Xbox. Нужно только портировать сапера и косынку. Не забудьте поставить лайк. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!